Всем привет! У нас сегодня новый день, новый влог. Сегодня 14 сентября, вторник. Мы уже в Орле. И сегодня 40 дней со дня смерти моего дяди. И мы собрались сейчас поехать на кладбище. За мной вот приехала тетя с дядей. Мы им заодно сувениры сейчас отдадим и поедем на кладбище. В общем, оставайтесь со мной и вы все увидите, как я проведу этот день. Приехали мы на кладбище. Ну, точнее, мы уже поработали, побыли здесь. Сейчас уже уезжаем. Ну что, девочки, я уже дома. И пока есть минутка свободная. Хотел с вами поболтать. Съедели мы сильно на кладбище, все нормально. Потом заехали к брату. У него чуть-чуть посидели. С тетей. Вот. И сейчас я приехала домой, потому что надо разложить мне все сумки, которые мы привезли с отпуска. вещи перестирать. И вечером, может быть, съездим к умовьям Костя. Я, честно сказать, очень по ним соскучилась. И Дашеньку прям хочется потискать. Ну и сувенирчики надо им отвезти. А Леша сейчас погнал в машину на ТО. Не знаю, сделает, не сделает. Надо техобслуживание сделать, масло поменять, фильтра. Вот. А я разбираю, в общем, сумки и перестироваю вещи. Ну и буду периодически к вам подключаться, показывать и рассказывать, как у меня проходит день. Ну и, конечно же, если к умовьям поедем, то тоже вам покажу. Ну, а если к умовьям не поедем, то, может быть, сходим куда-нибудь погуляем. Тоже вам все покажу. Так что вот так. Оставайтесь со мной и не переключайтесь. Вы увидите, как я проведу этот день. Вот у меня вещи тут развешиваются. Так что пойду еще стирку закидывать. Мы сейчас вышли из квартиры. Хотим забрать Лену с работы. Забрать машину с ремонта. Ну, техобслуживание делали. Вот. И, возможно, посидим. Кофейку с пиццей попьем. В общем, сейчас все увидите. Я веру вас с собой. Кстати, вы видели, какая штука у меня тут? Она у меня вскочила, когда мы только приехали на юг. И она до сих пор еще у меня не прошла. Это, получается, уже 10 дней. Такая ерундистика у меня. Представляете? Что красотка хожу. Да, и, кстати, у нас тут погода вообще не айс. Вообще, от слова. Мы сегодня ночью приехали. Еще было более-менее тепло. А сейчас, ну, совсем уже холодно. Сколько градусов я забыла? 16, по-моему. Вот. С утра было, кстати, потеплее. И ночью было теплее, и с утра было теплее. А сейчас достаточно холодно. Слушайте, я вам сейчас покажу машину, которую нам дали на подмену, пока наша на СТО. Сейчас покажу. Вот представьте, на этой машине на этой машине возят пассажиров в такси. Понимаете, да? Вот вы понимаете? Это жесть. Просто. Леша говорит, что в салоне такая же ерунда. Сейчас посмотрим в салоне. Нам, наверное, специально такие машины дают, чтобы мы их отмывали и потом и возвращали. Вы посмотрите. Вот как на этой машине могут возить пассажиров. Я вообще не понимаю. Просто. Это какой-то кошмар вообще. Я думаю, нам специально такие машины дают, чтобы мы их отмывали. Я в эту машину больше не сяду. У нас как получается? Сейчас я вам все расскажу. У нас, в общем, как получается? Мы решили с Лешей арендовать две машины. Ту, что у нас была белая, и еще одну. И мы хотим работать с ним в такси в одно и то же время, но на разных машинах. Соответственно. Белая остается у меня, Алёше должны дать черную 866. Но она в ремонте. И нам сказали, что ее сделают за две недели. Мы ждали две недели. Потом мы уехали в отпуск. Прошло еще две недели. В общем, она в ремонте уже месяц. Теперь нам говорят, что надо подождать еще недельку. А пока Леша будет ждать 866, ту машину, на которой он планирует работать, ему дали вот эту машину. Скажите, пожалуйста, как он должен работать эту недельку? Причем на этой машине, даже вот смотрите, нет бензина. А вам не видно? Ну ладно. На ней вообще нет бензина. Горит лампочка. То есть мы должны сейчас за свои деньги заправить полный бак бензина. И за свои деньги мы должны ее отмыть. Понимаете? сделать колесо. В общем, мы сейчас сначала ее оставим на той станции, где наша белая на замене масла сейчас стоит. Вот. Чтобы там сделали колесо, чтобы посмотрели ее. Ну, а что потом делать с этой машиной, я, честно говоря, не знаю. Я больше не хочу сама отмывать. Была бы еще хорошая погода, куда бы ни шло. Но на улице достаточно холодно и пасмурно. Я не хочу с ведрами, с тряпками отмывать эту машину. Ехать на мойку, чтобы ее там очистили. А сейчас нас возьмут сто процентов за химчистку. Это где-то три, там, три, четыре тысячи. Естественно. Я вот все думаю. Вот хозяин машин, хозяин машин, которые мы арендуем, он иногда не прикалывается? Мы с ним сотрудничаем больше десяти лет. Я думала, у него есть там к нам ну, какое-то уважение, не знаю, там еще что-то. Но по ходу дела нет. Потому что он нам все время дает вот такие холамины, которые мы должны поставить на ремонт, отмыть, очистить и через какое-то время вернуть. Машина в ужасном состоянии, лобовое стекло, наклеены какие-то игрушки. Видеорегистратор не работает. в общем, ну, я вообще... Сейчас я вам постараюсь поподробнее снять, если вам интересно. Ну, думаю, что интересно, потому что меня смотрят меня смотрят люди, которые очень близко со мной знакомы, с которыми мы дружим, общаемся. И я думаю, что многим будет, да, интересно. Сейчас я вам покажу, какую хламину нам дали. И что с ней делать, я вообще не знаю. Вот на этой машине возят пассажиров такси. Вот, понимаете, люди садятся и что они видят? У меня уже грязные штаны. Я только вышла из дома. И что вот пассажиры такси видят? Да-то тряпочки какие-то есть, только для чего они, я не знаю. Вот что видят пассажиры такси. Я в белом плаще. Леша в новых джинсах. Нет бензина. Смотрите на руль. Леша его удержать практически не может. Трепухается. Он трепухается. Видите? Вы видите. Вот такая панель. Которую тоже видят пассажиры. Зачем он нужен, этот антирадар? Я вообще не понимаю. У нас что, в такси великая скорость? Видеорегистратор не работает. Пишет какую-то ошибку. на зеркале висят грязные игрушки. На стекле тоже грязные игрушки. Потолок просто вообще, вот, понимаете, вот. Ну, я не могу. Я не знаю, каких пассажиров можно в эту машину посадить. Я думаю, даже, вот видите, все в плесени. я не знаю вообще. Ладно. Мы сейчас заберем дочу, поедем за своей машиной, за белой. А Леша, пусть что хочет, то с этим и делает. Стекло лобовое все разбитое. Ой, ладно. Это будет уже не моя печалька. Пусть Леша об этом думает. В общем, на улице уже тельно невозможно. Пока мы дочь с работы забрали, пока мы машину поменяли. Забрали свою. В общем, уже очень стемнело. Время 8 часов вечером. И мы приехали в Жарпинцу. Все, что мы возьмем, я вам покажу. Вот такой вот у нас заказик, но он не полный. Это мы Лене взяли картошечку и куриные ножки. мы взяли. Лене мы взяли один сырный соус, один чесночный соус. А себе кофе латы мы Лене взяли. А себе мы взяли картошечку фри маленькую и по пицце с Лешей взяли. Но ее еще нет. А вот, так что ждем. Нам приятного аппетита. Дочи моей, приятного аппетита. А ты с подписчиками здоровалась? Ну? Добрый вечер. Вот. Нам приятного аппетита. И всем, кто с нами будет кушать, тоже приятного аппетита. Ну что, мы поужинали, дочу покормили. А то она у нас пока в автомастерской была, говорит, ой, я чуть голоду не умерла. Вот. Едем сейчас домой. И вы знаете, мы даже в машине включили горячий воздух, обдув. потому что очень холодно на улице. Я вот в плаще, и мне очень холодно вообще. А Леша либо продулок кондиционером в машине, когда мы ехали с Геленджика, у него вообще ломка, он плохо себя чувствует, у него насморк. Так что сейчас поедем домой, будет пить тарафлю. Вот такие вот у нас дела, девочки. Но это точно не акклиматизация у него, а это он подстыл. У меня ж тоже от кондиционера и на теле, и на лице вскочили такие штучки. вот и видимо Леша тоже Леша видимо тоже подстыл под кондиционером. Ну ладно, ничего, попробуем сегодня тарафлю навести ему. Вот, посмотрим, что будет. В общем, едем домой, у меня там еще стирки, это вообще, я еще даже пол сумки не разбрала. И мы собирались кумовьям заехать, сувенирчики мотать, но пока мы меняли машины, в общем, пока мы на это хламение грязное доехали, в общем, очень много времени прошло, вот, ну и Леша тоже, у Леши озноб, мы не поехали, потому что боимся крестницу заразить. Сейчас пару дней посмотрим, как он будет себя чувствовать. Если все хорошо, то поедем кумовьям. Вот так. А пока мы только сувенирчики отдали получать моей тете и моему брату. Ну и сейчас подарим Лене. Кстати, она не смотрела мои влоги, она не знает, что мы ей привезли. Но вы-то знаете, я-то вам все показываю. Ладно, встретимся теперь с вами дома. Ну что, я уже дома, у меня стирается белье, половина раскладываются сумки. Еще оказывается, я что-то не подумала, надо же перемыть, перечистить и убрать всю летнюю обувь и всю летнюю одежду. Так что, я решила сразу буду этим заниматься, потому что, как бы, всю летнюю одежду, нет, большую часть летней одежды мы брали в отпуск, соответственно, я сейчас все это постираю и подготовлю на хранение до следующего года. И так же обувь, мне надо все перемыть, перечистить и убрать тоже до следующего года, потому что лето в этом году уже не будет, а вот и надо доставать весенне-осеннюю одежду, обувь. Так что, ближайшие 2-3 дня мне придется этим заниматься. Вот. Ладно. Буду на сегодня с вами прощаться. Хочу вам сказать спасибо за то, что вы меня смотрите, за то, что ставите лайки, пишите комментарии. Большое вам спасибо. Если вы еще не подписаны, на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо и пока-пока.